Всем привет, ребят! Сегодня, как вы поняли, хочу с вами поговорить о ситуации, которая произошла со мной не так давно, о нападении с избиением. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, что поддержали меня, что звонили, делали репосты, придали максимальные огласки этой ситуации. И именно благодаря вам эта информация дошла до местных пабликов, которые также поделились этой ситуацией, этой новостью. И это пошло даже выше, дошло до центрального телевидения. Репортаж вышел на РЕН-ТВ. За рулем внедорожника блогер Настя Туман. Очередной ролик девушка решила снять на парковке автосервиса, где ремонтируют машину приятелей. Мастерские, исполненные дрифт, явно бы оценили тысячи подписчиков, но зрители, которые наблюдали за пируэтами на колесах, не привыкли к виртуальной реальности. Общаются по старинке, причем с рюмкой в руках. Происходящее явно оценивают негативное вместо дизлайка. Решают поставить съемочной группе пару синяков. Но, к сожалению, там это выставили не так, что блогеров избили и полиция бездействует. Хотя я именно эту суть пытаюсь донести, да, и донести до этого пыталась. Но выставили так, что я на этой истории пытаюсь нажиться, да, пытаюсь хайпануть, пропиариться. В сети не исключено, что с каждым часом шанс найти дебоширов увеличивается все больше, как и количество лайков под видео. Но сказали за то, что якобы я лайки собираю благодаря вот этому хайпу, вот этому пиару. Да он мне этот пиар нафиг не сдался. Мне в принципе не нужен такой пиар, тем более такой ценой. Помимо вот этого репортажа на РЕН-ТВ, также мне звонили с России один и предлагали деньги. За то, чтобы я эту ситуацию как-то преувеличила или рассказала им какие-то другие материалы, которых я не рассказала в своем ролике. Остановитесь! Что происходит? Какие материалы? О чем вы вообще говорите? Я совершенно не этого хотела. Мне также звонили с НТВ, но НТВ ребята хотят провести собственное журналистское расследование. Именно по поводу того, почему же бездействует полиция. Не, мы ничего плохого не сделали. Я за ворота и ворота закрою. И все, и до свидания на этом. Да, без проблем, мы уже накатались. Впрочем, хмельной угар должно быть оказался сильнее здравого смысла. Дорочины уверены, все, что находится рядом с ними, им же и принадлежит, и любое действие без разрешения должно серьезно наказываться. Несмотря на то, что было причинение вреда здоровью, кража, порча имущества, угрозы. После этого мы написали заявление в полицию, сняли побои. Также прикрепили видео доказательства о происшедшем. И плюс к этому ко всему приложили паспорт, который потерял преступник на месте происшествия. Тут же его отдали следствию. И даже после этого полная тишина. Не найден телефон, не нас не вызывали на опознание вот этих людей, которые на нас нападали. Когда мы написали заявление, нам в полиции сказали, блогеры, не выкладывайте это видео в интернет. Интересно же, почему? Мы подождали некоторое время, абсолютно никакой информации, видео выходит в интернет. Придается максимальной огласки. И что мы получаем? Мы получаем ноль, опять же, ноль от полиции. Никаких абсолютных действий. Зато мы получаем обвинение. То, что мы якобы эту ситуацию вывернули так, что это мы сами придумали, что мы на этом пиаримся. То есть, как я понимаю, житель Воронежа, на которого напали, обокрали, который подал жалобу в полицию. На что ему дает ответ? Вы сами виноваты в том, что вышли из дома. Сидели вы дома, ничего бы с вами не произошло. А то тут вы вышли, на вас напали, вы еще на этом хайпитесь. То есть, правильно я понимаю? А как вы считаете, нужно было нам поступить? Поступить в сфере, не я бы не виноват. А тут все быстро получилось. То есть, нужно было потом просто опустить руки и уехать, так? Ну, вы говорите, что мы виноваты на чужой территории были. Хотя мы были на территории, где ремонтируем машину свою. А где же наша безопасность и защищенность со стороны правоохранительных органов? Честно сказать, мне сейчас на самом деле очень даже страшно за жителей Воронежа, потому что им никто не поможет, так же, как и не помогли мне. Так что, ребят, продолжать рассусоливать эту ситуацию мне абсолютно не составляет никакого желания. Конечно, я не буду опускать руки, я дойду до конца, я буду стоять на своем. И чтобы полиция именно вот это отделение, в котором мы писали заявление, работала и разбиралась с нашим делом, нашли телефон, возместили ущерб моральный, материальный. И я запишу общее видео о том, когда это все закончится. Больше я про это рассказывать не буду, по многим причинам, которые я уже озвучила. Надо продолжать работать и жить дальше. Заниматься моим проектом Nissan Skyline, это достаточно плодотворный проект, который требует много времени. И так же, так как я сейчас нахожусь в Воронеже, ребят, я хочу обязательно встретиться с Субарем. Кто не в курсе, год назад я подарила свою Субару первый проект подписчику, который находится в Воронеже. Встретиться, посмотреть, как эта машинка, что с ней было, какие изменения, покататься на ней. Ну и, конечно же, в ту злополучную субботу было снятое видео с Мариной из СтопХлама. И это видео, я надеюсь, скоро совсем появится на канале, мне нужно приступить к его монтажу. Поэтому, ребят, впереди очень много дел, забот, работы. Поэтому двигаемся вперед, не сидим на месте. Спасибо большое всем тем, кто действительно меня поддержал. Занимаемся проектами, развиваемся в автомобильной тематике. Мне не нужны никакие скандалы, интриги, расследования. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok